С целью популяризации здорового и активного образа жизни и спорта, фитнеса, бодибилдинга среди населения. В гостях у Артемовцев побывала многократная абсолютная победительница чемпионатов России, Европы, мира по фитнесу, абсолютная мисс вселенная по фитнесу 2011 года, серебряная призерка УРФО по армрестлингу 2014-2015 годов, абсолютная победительница и рекордсменка 2014 года кубков области и УРФО по пауэрлифтингу и жиму штанги лежа в экипировочном и классическом дивизионе. Бронзовая призерка чемпионата России по жиму штанги лежа 2015. Мария Стукова. На встречу с Марией, которая состоялась в спорткомплексе «Сигнал», собрались артемовцы самых разных возрастов. Отметим, этот визит спортсменки в наш город уже не первый. Так прошлогоднюю встречу Мария с удовольствием вспоминала. С удовольствием приехала снова, даже просто потому, что мне очень понравилась предыдущая моя поездка, огромная отдача от людей, мы работали в таком взаимном, скажем, диалоге, мне задавали очень интересные вопросы, то есть я чувствовала, что людям нужна такая информация, и, наверное, не у всех есть возможность ее получать. Поэтому около месяца назад я таки решилась создать свою школу, она называется «Спорт и фитнес-класс». И в рамках этой школы я буду проводить на самом деле теперь много семинаров, которые будут посвящены диетологии, спортивному питанию и методикам тренировок. И не совсем таким, наверное, стандартным формам фитнес-тренинга, скажем так, мною разработанными лично. Темой состоявшейся встречи на базе сигнала стал семинар, в рамках которого Мария Стукова поделилась с артемовскими приверженцами здорового образа жизни и спорта ответами на вопросы, которые всегда актуальны для людей в преддверии новогодних праздников. Тема сегодняшнего семинара на самом деле более чем актуальна. Это как не потерять мотивацию и не выйти из режима тренировок, из режима питания именно в праздничные дни, в новогодние праздники, потому что они у нас достаточно длительные. И бывает, что все-таки на фоне таких нарушений снижается и мотивация, и физические показатели. С праздничного и предпраздничного меню начала свое выступление Мария, рассказав о том, что касается рациона питания, то есть как правильно подготовить свой организм к большому празднику живота и как правильно вернуться в обыденный режим. Впоследствии у нас, естественно, желудочно-кишечный тракт страдает, это естественно. Пищеварительная система нарушается, это естественно. То есть ферменты, они не понимают вообще, как им теперь работать, что им быстрее расщеплять или нет. Замедляется обмен веществ прежде всего. Дальше. Сердечно-сосудистая система. Вот тоже ей приходится не очень хорошо. Казалось бы, ну мы просто покушали. Но если есть у кого-то избыточный вес, если есть у кого-то предрасположенность гипертонии, либо гипотонии, то есть повышенному, либо пониженному артериальному давлению, 100% готовьтесь к тому, что оно у вас будет прыгать, и не нужно грешить на нашу там муральскую или какую-то погоду. Все равно был режим. Хотя бы если у кого-то плюс, минус, больше, меньше, он был. И поступление солей в организм было намного меньше. Жирной пищи было намного меньше. Сосуды страдают. Почему? Потому что, естественно, они приходят в бешеный тонус от избытка соли. Она, организм начинает держать воду. То есть я сейчас стараюсь просто не говорить какими-то там терминами, да, то есть максимально просто выражаться. Естественно, у нас получается отек, задержка воды. У нас, естественно, ну, грубо говоря, спазм сосудов, они не могут нормально работать. Естественно, у нас давление. А куда им удеваться, конечно, оно будет. И это просто вот от обычной какой-то, может быть, селёдки под шубой и остальных других вот каких-то не самых, может быть, полезных продуктов, тем более, когда они ещё и все вместе. Участникам семинара предоставилась возможность узнать, что полезно, а что вредно с праздничного стола. Каким должен быть рацион питания после праздника. Какой должна быть динамика интенсивности в тренировочном процессе. Или как не сбиться с режима тренировок в праздничные дни. Как не потерять мотивацию и физическую форму за новогодние праздники. Самый главный совет – это за неделю до праздников войти, скажем так, в предпраздничный, наверное, режим и прежде всего подготовить свой организм к праздникам, о чём я сегодня и рассказала. Как правильно это сделать, как постепенно снизить, потом повысить калорийность и, соответственно, как правильно отрегулировать динамику и интенсивность физических нагрузок, чтобы потом не было травм и было комфортно, естественно, и проводить новогодние праздники на фоне даже того, что вы снижаете физическую активность. И как потом правильно восстановиться, чтобы не потерять результаты. В ходе семинара Мария также отметила, что всю подробную информацию любой желающий сможет найти в социальных сетях и на канале Ютуба. Кроме того, в соцсети в форме диалога пообщаться лично с Марией, задав все интересующие вопросы. В завершении семинара его участники высказывали Марии искреннюю благодарность за то, что она смогла приехать и поделиться такой ценной информацией, проверенной на личном опыте. Очень опытный спортсмен, имеет большой стаж в спорте. Есть о чем рассказать, есть поделиться с опытом. И было очень интересно, как бы семинар отличался от прошлого. Сейчас что-то тоже подчеркнул, было очень приятно. Особенно в преддверии Нового года, когда в Новый год наелись, накушались, а потом начинаем думать о нашем здоровье. Здесь Мария нас немножко подготовила, чтобы таких ситуаций не происходило. Теперь для всех, кто смог побывать на семинаре и пообщаться с Марией, не только новогодние застолья будут проходить без ущерба для здоровья и дальнейших спортивных результатов. Но и в целом изменится отношение к собственному рациону питания. Ведь правильное питание – это жизненный тонус, запасы необходимой энергии, высокая работоспособность и самое главное – отличное настроение и здоровье в каждой клетке организма.